Доброе утро, мои хорошие. Рада приветствовать вас на моём канале. В очередном влоге. Я когда просыпаюсь, такая страшная, ужас. Зачем я себя снимаю, не знаю. А зато он просыпается просто красавчиком. Смотрите, даже не умылся. Вот везёт животным. Иногда мне тоже хочется быть кошечкой, что меня кормили, поили, и я просто целыми днями лежала. Когда он видит всё. Хотя сухой корм у дурачка есть, но он не хочет, он любит нос жидкий. Утро моё начинается с поедания каких-либо фруктов из холодильника, таких прохладных. Так, я решила вместе с вами накраситься. Нанесём тон. Я беру самый-самый бюджетный из моей коллекции. Это Белль. Я его обожаю. Он офигенно скрывает все недостатки. Очень хорошо держится на лице в течение всего дня. Да и вообще я влюблена в него. Так, по секрету. Скрывает просто всё. В общем, вчера клеили обои. Я была уставшая. И сегодня не смогла вовремя встать. Но слава богу, слава богу, мой котик выполняет функцию будильника. В общем, мы купили кондиционер. По-моему, в тот день я не снимала влог. Или снимала. Ну, в общем, я вам до этого говорила, по-моему, во влогах, что я хочу купить кондиционер. Ой, выбрали от Грим. И сейчас, вот буквально через полчаса, должны сделать установку. Я жду их. Они немного опоздали. Но ничего страшного. Я всё равно дома. Вот. Потому что у нас хоть есть ветерочек в боку. То есть у нас не духота ни в коем случае. Даже если жарко, всё равно есть ветерочек. Это, конечно, большой плюс. Несмотря на это, всё равно кондиционер нужен. Я взяла на 30-35 квадрат. У нас комната сколько? 22. Мне сказали, что достаточно. Я хотела 40-45 взять. Сказали, что это уже будет много. 30-35 это прям оптимальный вариант. Брала не в крупных магазинах. Онлайн заказала. Мне доставят и установят. В крупных магазинах у нас, как правило, дороже получается, чем в небольших. Но надеюсь, что качество будет хорошее. Я останусь довольна. Если мне понравится кондиционер, всё будет работать нормально, без сбоев. Я уже на свою квартиру буду у них же брать. Ещё я хочу взять телевизор большой, плазменный. Дальше я беру вот такой вот тон от NYX. Can't Stop он называется. Если честно, он мне не очень. Он слишком такой светленький. Да и вообще, какой-то не вау. Вообще не всегда цена тонального говорит о его качестве. Это, кстати, один из самых дорогих тональных в NYX. То есть там есть серии, которые подешевле. Это вроде как дорогая серия, так скажем. Но не очень. Хозёл ты так. Мы подставим при меня. Я тебя купила, а ты не оправдал мои ожидания. В общем, сегодня работать на квартиру мы не пойдём. И вообще, я думаю, что уже хватит показывать то, что мы делаем в квартире. Уже я буду дальше вам демонстрировать. Наверное, ещё я не уверена, но скорее всего, когда уже будет мебель. Когда будет установка мебели. А до неё ещё чуть-чуть есть. Вы прям знаете, квартира освежилась вот после обоев. Обои реально играют такую огромную роль. Вы не представляете. Даже если нету возможности делать какой-то глобальный ремонт. Мне кажется, не помешало бы просто переклеить обои. Недорого. И при этом меняет вообще всё. Настроение, вид комнаты. Никак просто не могу добить. По хвостушке заканчивается ещё вот этот оттенок. Этот тоже нетрудно закончить. Но что делать с этим? Надо добивать. Наносим немножечко. Вот сюда. Некоторые мне пишут. Айка, сходи к визажисту. Научись краситься. У меня время есть. Я вчера позвонила в автошколу, чтобы узнать, сколько стоит, что индивидуальное занятие. Блин, я хочу проходить всё это дело, правила дорожного движения на русском языке. Но, к сожалению, для этого нужно брать индивидуальную группу. И ты будешь чисто ты и учитель. А мне так неудобно. Мне всегда было некомфортно один на один с учителем. Потому что, например, кто-то рядом со мной сидит и тоже задаёт какие-то вопросы. Это облегчает мне жизнь, так скажем. Я задаю вопросы. Другие задают вопросы. Я понимаю, что ни одна я не понимаю. Пока что, естественно, у меня денег покупать машину нет. В ближайшие, наверное, полгода и не будет. Но ещё непонятно, с какой попытки я вообще получу права. Возможно, этот процесс займёт, не знаю, 5-6 месяцев, несколько попыток. Но я хочу сдать обязательно сама. Позвонила в одну школу. Очень трудно сейчас найти автошколы, которые преподают именно на русском языке. Мне будет сложно на азербайджанском. Хотя я могу, в принципе. Жена двоюродного брата, она тоже хочет получить права. Я ей предлагаю давай вместе хотя бы. А то индивидуально мне как-то, честно, страхово. Мне будет максимально некомфортно сидеть на уроке. Я такой человек. У нас в универе была группа. И, получается, на этот факультет поступили всего 2 человека. Прикиньте, 2 человека. Они учились на английском языке. И это было очень неудобно. Неудобно в том плане, что, прикиньте, они оба не пришли. Всё. Учитель может собрать манатки и пойти домой. Классно. Макияж доделать у меня не получилось, потому что уже привезли мой кондиционерчик. Сейчас будут устанавливать. У нас в семье есть один-единственный мужик. И он очень-очень храбрый, поэтому спрятался под шкафчики внизу, пока они все уйдут. Не знаю, почему он такой лох и очкошник. Ну что, кондиционер нам установили буквально за полчаса где-то. Это пультик такой от компании Гри. Это на 30-35 квадрат, так как комната у нас 22 квадрата. Охлаждает просто потрясающе. Отлично. Например, я спокойно могу обойтись и без кондиционера, но у меня мамы вообще не переносят жару. Поэтому как-то так. В принципе, мне пока что нравится. Надеюсь, что всё будет окей. Дали гарантию. Гарантия один год. Надеюсь, что ничего не сломается. Всё будет работать. Вот. А сейчас я быстренько переоденусь и мы пойдём на мою квартиру. Посмотрим, как ведут себя обои после поклейки. Потому что говорят, я читала в интернете, смотрела видео, что когда проходит немножко времени, после полного высыхания они становятся немного светлее обои и уже больше видны швы. Я надеюсь, что такого не будет. И заодно вам покажу. Сейчас переоденусь и погнали. Мы уже на месте. Мами, как тебе? Даже лучше, чем вчера. Стыков нигде не видно. Получилось просто идеально. Гляньте, вы видите стыки? И я лично не вижу. Только если присмотреться. Но мы присматриваться не будем. Нормально. Цвет тоже очень красивый. А как насчёт мукбанков на таком фоне? Что ты думаешь, маме? Поменять свой серый фон на этот? Сидеть, рассуждать о жизни и снимать мукбанк. И сзади обои, которые я своими ручками клеила. Хотя там в комментариях, кстати, пишут. Всё делал двоюродный брат Айка. Просто стояла рядом. Нет, неправда. Не всё заснялось. Я, конечно, не прям всё клеила. Но стыки я обрабатывала. Клеем смазывала обои. С той стороны стену тоже обоим смазывала. Клеем смазывала я. Так что не надо. Гуляли-гуляли мы с мамочкой. Я решила пойти в Браво. Черпать новые идеи для видео. Найти что-то вкусненькое, что я никогда не снимала. Я сказала в инстаграме, но здесь тоже хочу спросить у вас, мои хорошие. Кто знает, где можно купить хороший АСМР-микрофон? На каком сайте, если доставка в Азербайджан? Возможно, вы знаете, где-то в Азербайджане в Баку это можно купить. Есть какие-то магазины. Если вы знаете, то обязательно дайте мне знать. Я хочу улучшить качество своего видео. Хочу вкладывать в контент. Так сказать, что вам было приятно это слушать, чтобы ваши уши говорили, о да, вот это да. А этому сладкому пончику не хватает только собаки-шпиц. Стиляга, да мать стиляга. Пришли в супермаркет. Так, мама, как всегда, берет сметанку. Она всегда ее берет и по утрам кушает. Конечно, я не совсем понимаю, что это. Это вроде болельщики Кока-Колы и такое футбольное поле. Интересно, да? Я хочу для мукбанка взять форель, но здесь так запутанные цены. Хрен поймешь, какой кусок сколько стоит. Вот дофига цен. Что сколько стоит, непонятно. Наконец-то я его нашла. Имбирь, родненький ты мой, иди сюда. Никогда не пробовала, но думаю, на мукбанке попробую. Здесь такой микс. Получается мидии, осьминог и все такое. Ну, конечно же, мы не забыли про родненького нашего Твикса. Жидкий корм он у нас очень любит. Если один в день не съест, все, катастрофа. Кстати, только здесь жвачки Тирол стоят всего 39 копеек. В других супермаркетах не так, поэтому берем. Берем, не думая, несколько штук каждого. И радуемся жизни. Давайте еще с арбузиком. Мечта моего детства. Купить дохрена жвачки Тирол. И сделать вот так. Просто по-бырому сделаю вам обзорчик. Купила вот такой вот сыр. Это что-то вроде Филадельфио. Называется ламбир. Сметанку мама взяла всегда завтрак. Крахмал. Это куриные сердечки. Я их просто обожаю. Это очень вкусно. Пожарю и съем. Это все для мамы. Это будет выпечка, выскочка. Жвачки. Я раньше мечтала, когда где-то училась в третьем-четвертом классе, что у меня дохрена было жвачек. Мечты осуществляются. Надо просто верить. А это мечты моего сынули. Сына. Смотрите, сколько. Просто дофига. Тут есть еще. Еще есть. Взяла семгу. Вот такую буду делать бутеры. Это непонятно, что я вам в магазине показывала. Тоже будем есть. Ой. Я обожаю имбирь, поэтому взяла. Мама сейчас рецепт смотрит, как его приготовить в домашних условиях. Это желатин самый обычный. Два хлебушка. Батон для меня. И черный для мамы. Туалет для Твикса. Тот, который мы хотели, его, к сожалению, не было. Пришлось взять этот. Потому что мальчик бедный без туалета. А тут опять вкусняшки для ребенка.